Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь на парковке компании Honda. Буквально два часа назад мне написал менеджер и сказал, что Андрей, у нас сегодня в салон приехала Honda ENS1, которая будет представлена 11 апреля, а сегодня, друзья, у нас на дворе 9 апреля. Так что, друзья, это будет первое видео на русском языке с обзором этой машины. Правда, он будет такой, наверное, очень быстрый, поскольку времени мне дали буквально минут 15-20, потому что там за мной стоит такая небольшая очередь. Так что погнали смотреть! Продолжение следует... Как видите, ребят, еще на машине вот такая вот пленка на капоте висит транспортировочная. То есть ее потом снимут, вот такое она, дает такой эффект немножко ребристости. Давайте сразу посмотрим ее оцинковку. Капот нет, крылья нет. Вот это будет проблема. Нет. Я думаю, она будет оцинкована полностью, но, ребят, похоже, что... Нет, даже пороги не оцинкованы у нее абсолютно. Нет. Нет. И крышка багажника... А, крышка багажника, в принципе, пластиковая. Да. Вот тут металл идет под номерным знаком, который тоже не оцинкованный. У крыши у нас полностью есть стекла. Нет, ребят. К сожалению, эта машина у нас не оцинкованная. Смотрите, друзья, катки. Так как у нас стоит тут вторая из двух комплектаций, их всего две, это топовая. Тут у нас 225-50 R18 размер. В базовой комплектации будут стоять 17-ые катки. Но, насколько я знаю, рисунок будет приблизительно такой же. Что касаемо клиренса, тоже, опять-таки, никто не знает. Тут очень грязно, но я для вас все равно это попробую сделать, ребят. Клиренс тут явно небольшой, потому что вот отпущена здесь батарея крайне низко. Где-то вот здесь, наверное, как раз он и есть. 19 сантиметров. Ну, в принципе, честно говоря, я думал даже меньше. Вполне себе и терпимо. Смотрите, друзья, мы находимся на стоянке компании Honda. Так как эта машина еще не представлена, она вот тут спрятана стоит, но мне разрешили сюда зайти. Я прошу посещения за звук. Там, как видите, у нас и мойка, и все. Смотрите, ребят, я быстро скажу про размер ее. Длина 4390 миллиметров. Ширина 1790 миллиметров. Высота 1560 миллиметров. Колесная база, друзья, у нее 2610 миллиметров. То есть, в принципе, это такой небольшой городской... Ну, вообще, это типа паркетик, но больше это похоже на раздутый хэшбэк, друзья. Ну, не знаю, как вам. Лично выглядит, как по мне, он обалденно. Мне реально нравится внешний вид этой машины. Но, наверное, больше на любителя. Дальше, багажник, ребят. Нравится мне вот эта надпись Honda. ENS1. Да, есть у нас тут электропривод. По поводу базовой комплектации, еще сейчас говоря, я не знаю, будет он или нет. В багажнике у нас есть вот вешалка. И все, розеток тут никаких у нас нету. В подполе у нас там, видимо, зарядка. Знак аварийной обстановки. Баллонники. Можно опустить также задний ряд. Я прошу прощения за звук. Размер, если глубина, 81 сантиметр. Ширина, метр тридцать девять. Высота 95 сантиметров. Ну, такой себе, не самый большой багажник. Давайте попробуем сложить задний ряд. Я прошу прощения за такой беглый обзор, потому что мне дали буквально там 20 минут сегодня. Потому что тут за мной еще очередь на эту машину стоит ее посмотреть. С разложенным задним рядом метр 78. Как видите, складывается он практически в ровный пол. Разве что, остается вот такая вот плинка, которая также складывается. В принципе, багажник небольшой, как и вся сама машина. Так, дальше салон. Вот такая ручка у нас здесь встречают. Довольно-таки плотная. Так, смотрите, карта двери у нас из пластика и со вставками из кожзама. Кнопки у нас с хорошим ходом. Автоматическая доводка есть. Есть только на водительском сидении. Ну, прошу прощения, не окне. Посмотрите, какие боковые зеркала большие. С одной стороны, да? Но когда мы сядем, мне кажется, что они будут немножко узковаты. Высокие, но узкие. Ну, опять-таки, это каждому свое. Торпеда у нас просто из пластика, самого обычного. Тут у нас есть вставка из кожзама. Управление круиз-контролем. Вот такие вот дефлекторы обдува. Вот они крутые, ребят, правда. Тут у нас отключение парктроника, открытие лючков, багажника. Понятно. Сидение из кожи. И, кстати, вот сидение действительно сделано очень качественно. Единственное, что я, конечно, не любитель светлой кожи. Она затрется, и... Ну, сами представляете, что с ней будет. Но, когда машина новая, выглядит все очень красиво. Управление, естественно, все электронное. Руль тоже прошит у нас кожей. С такой эмблемой Honda, которая ее реально дешевит. Честно, она выглядит действительно очень дешево. Ну, машина не такая уж и дорогая, откровенно говоря. Управление магнитолой. Удержание полос. Друзья, руль у нас регулируется как... А, да, здесь все. Только по высоте, по вылету не регулируется. Оп, назад. Табло приборов у нас очень читабельное. Правда, очень хорошего качества. Оно... Видно у нас тут и процент заряда, и пробег. И тут, по-моему, даже автопилот в этой машине должен быть. Но менеджер еще этого точно не знает, потому что они как бы еще ей не ознакомлены. Дальше. Камера заднего вида в зеркале заднего вида. Вот это выглядит уже действительно дорого. микрофон, лампочки. Панорамы здесь, как видите, полноценной нет. Есть люк. Есть вот такая, друзья, я так понимаю, раздвижная панорама, что ли, да? Ладно, это мы потом сзади посмотрим. Беспроводная зарядка, розетка, РНД, выбор режима езды, электронный ручник, подлокотник, в котором у нас маленькая ячейка. Тут у нас бардачок тоже небольшой. И есть вот такая вот синяя подсветка по периметру. Обалденный большой экран, друзья. Обалденный большой экран. Кстати, да, есть тут подогрев сидений. Только вот что у нас здесь есть? Сможем ли мы его посмотреть без регистрации? Друзья, английского языка пока что временно нету, но он сказал, что возможно в скором времени она обновится, потому что машина вот только представлена. Если мы посмотрим камеру заднего вида, я думаю, что она здесь есть. И она, ну, такого себе качества, как видите. Да. Ну, честно, на большую троечку. Правда, качество такое себе. Можно разве что сделать ее более широкой, более узкой. И, как бы, все. 3D режима здесь, друзья, нету. Вот так. То есть есть CarLife у нас. Ну, и управление. В принципе, все, что мы сейчас можем видеть без регистрации, это настройки самой магнитуры. И 4G. Как бы, ничего особенного, но качество магнитуры реально хорошее. Как видите, я сижу. У меня места для головы вообще немного, но я, видимо, поднят очень сильно. То есть я могу опуститься как можно ниже. Вот так вот, если опускаемся. Практически ложусь. Практически ложусь. Реально, посмотрите, мне место получается с кулак. Сидение реально удобное, ребят. Сидение у меня вопросов не вызывает. Они действительно комфортные. Плюс ко всему, тут, видимо, есть распознавание лица. Думаю, что, да, наверное, это таки оно, потому что реально никакой комплектации этой машины еще вообще, друзья, нет. Задний ряд у нас по Хондорской. Вот эта вот ручка двери. Опять-таки у нас тут такая же карта дверей с подсветкой. Так, оп. Кузычок уберем. Оу. Ну, ребят, места, как видите, для ног у меня не так уж и много, но сидение довольно-таки комфортное. Нету здесь кармашка для рогашек, кстати. Есть просто два дефлектора обдува и два Type-C порта. А, нет, кстати, смотрите, один кармашек для рогашек есть, тут его нету. Да, ручки страха и, ребят, вот эта вот фишка. Ага, я понял. Это можно убрать, чтобы была просто панорама. То есть это как бы такие шторки, которые, ну, по желанию можно вытащить. Ну, такое себе, честно говоря, решение. Ну, ладно. Подлокотник, смотрите, у нас как ложится. То есть как бы вот видите, да, два подстаканника небольших, которые не имеют никакого смысла. Ну, в принципе, ребят, сидение довольно-таки удобное. И опять-таки, посмотрите, у меня тут место с кулак. То есть сидеть хорошо, сидеть хорошо, но я бы немножко диван сделал бы повыше, потому что, в принципе, место для головы, над головой позволяет это сделать. Ну, как бы, вполне имеет место быть. Так, давайте заглянем под капот. У нас, ребят, раз, два. Сейчас нам менеджер поможет. Ну, друзья, как видите, здесь все зашито. Есть у нас только вот надпись «Хонда». Да, друзья, что мы имеем? Я вас буду воспользоваться приложением. У нас будет две комплектации, как видите. Забегая, наперед скажу, что это образные цифры. Говорят, первая будет стоить в районе 180 тысяч уаней, вторая в районе 200-210 тысяч уаней. Две комплектации у нас. Так, смотрите, базовая комплектация будет сдвигаться на 134 киловатта. Крутящий момент у нее неизвестен. Топовая на 150 киловатт с крутящим моментом 310. Работа, друзья, не в паре с батареей базовая на 54 киловатта, 53,6, топовая 68,8. И смотрите, друзья, пробег у базовой комплектации будет 420 километров по тестам CLTC, не NEDC. В топе 510 километров. Ну, ребят, в принципе, это не совсем много по нынешним меркам, да? Но имеет место быть. Так, тут у нас спрятаны лючки. Да, сейчас которые нам откроют. Парктроники. Да, вот тут... У-у-у! Класс! Лючки зарядки скоростная и обычная медленная зарядка здесь. Вот это было, кстати, очень красиво, да? И закрывается оно вручную. Подсветка вот этой эмблемы Honda действительно выглядит очень круто, ребят. Мне действительно она нравится. Ну, друзья, как я и сказал, по ценам ничего не понятно. Будет 2 комплектации. Скорее всего, база будет стоить в районе 180 тысяч юаней, прошу прощения. Топовая в районе 200-210 тысяч юаней. Вот такой, друзья, мини-обзор, потому что времени реально дали мне совсем понты. Я надеюсь, что вам это видео все равно понравилось. Мы ее обязательно снимем, когда она выйдет в полную продажу. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И до новых видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok